Я вспоминаю, когда была, ну, такая первая заявка Ленда Йовича, ну, как он и дальше следовал, это было на картине «Пес-бурбос. Необычный кросс». Вот где-то вот в этих, нет, внизу, пониже, залах мы смотрели. Это Пырьев тогда руководил картинами, короткими, короткометарными картинами, на которых пробовали себя разные режиссеры. И когда посмотрели «Пес-бурбос», мы все в зале за животы хватались. Это было явление, это было явление. Вот, были другие, Пырьев относился к другим не очень, а некоторых просто не нужно это делать. КОНЕЦ Гайдаев он сказал, что «Вот, Леня, так и держи». Никаких замечаний он по поводу фильма этого не делал. «Так и держи». По-моему, вот так Ленда Йович и держал. Вот, с этого началось. И вместе мы делали несколько фильмов. В том числе вот начали вот с бриллиантовой руки долгих поисков. Мы объездили в Среднюю Азию, города там, которые были где-то вообще похожи. И потом посмотрели Баку. Вот Баку нам понравилось. Мы там сразу нашли то, что искали. Вот маленькие тесные улочки, площадя. Там площадь была, где верблюд вот идет. Но там надо было все это оформить. Вы виски арабские. Какая страна арабская? Мы не ставили такой задачи. Просто арабская. А они похожи, в общем-то. Похожи и между собой, и вот с городом Баку тоже. Но договорились мы со студией Бакинской, что вот мы сделаем эскизы, а вы сделаете на своих площадях производственных то, что нам нужно для оформления города. Что и было сделано. И, в общем, когда сделали, когда уже картина была готова, то начальство наше сказало, вот видите, они же могли, а другие вот не могут. Ищите. Вот такой вот, такая реакция была. Нашли. Все вроде бы всем понравилось. Действительно, это было. У нас хорошие очень отношения были. С ним. И с ним было легко работать. Поэтому он требовал, конечно. Конечно, как и каждый режиссер. Ну вот, судьба вот такая была. Держались вместе. Пять картин – это не явление такое приятное для меня, во всяком случае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...